В этом зале постоянно звучат хамство и оскорбления. В долг дали нынешнему режиму. Депутат Матвеев, мне кажется, допустил очень некорректное выражение, назвав власть режимом. Вы знаете, оказывается, председательствующий не вправе комментировать выступления депутатов. А вы все время это делаете, причем не просто кратко комментируете, а целую воспитательную лекцию читаете. Делаю вам замечание. Спасибо, Михаил Николаевич, за замечание. Уважаемые коллеги, у государства, тем более у такого мощного, как наше, всегда есть возможность вернуть долги своим гражданам. Здесь уже об этом говорилось. У нас мощная задолженность у граждан существует по ЖКХ. Есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно, хотя бы в отношении тех граждан, которые имели эти советские сбережения, хотя бы в отношении них применить механизм какого-то взаимного зачета. Вячеслав Викторович, вы нам много говорите здесь о том, что должно быть ответственные руководители предприятий, у них должна быть ответственность МРОД повышать и так далее. Главным работодателем в стране является государство. И вот если государство, которое фактически приватизировало советскую страну, приватизировало экономику и благосостояние огромного количества людей, которые обладают сейчас сверхбогатствами, создано именно за счет того, что все советское наследие они получили в частные руки, то сейчас, наверное, уже по прошествии столь длительного времени наступает возможность хотя бы постепенно, понемногу отдавать гражданам обратно то, что мы задолжали. Поэтому я призываю все-таки остановиться вот в этом продлении моратория и начать искать возможность каким-то образом гражданам возвращать долги, потому что в противном случае доверие людей в стабильность, о которой здесь так много говорится, будет подорвано. Если мы не можем перед собственными гражданами отдать долги, посмотрите, люди, которые имели советские сбережения, в основном это пенсионеры, работающим пенсионерам заморожена индексация пенсий. То есть фактически люди дискриминируются несколько раз. Один раз он дискриминируется как пенсионер работающий, второй раз он дискриминируется как человек, который имел сбережения советские, третий раз еще там по тарифам там каких-то ЖКХ и так далее. И в итоге накапливается огромный удар, который по благосостоянию наносится. Никогда мы не победим бедность, если мы не начнем сейчас помогать тем людям, которые по определению в долг дали нынешнему режиму, нынешнему государству Российской Федерации, в том числе и свои советские сбережения. Уважаемые коллеги, вопрос, который мы сегодня рассматриваем, имеет моральную сторону, и обсуждая его, надо это обязательно учитывать. Уважаемый Вячеслав Викторович, надо быть корректным. Вот здесь на первом ряду сидел коллега Резник, будучи председателем комитета по финансам. Он похоронил шесть законов, обещая вместо шести один, по возмещению укладов. Это для справочки. Коллеги Резника в зале нет, мы не можем к нему апеллировать. Но думаю, когда он придет, обязательно вам ответить на этот вопрос. Пожалуйста, Неверов, Сергей Иванович, поведение. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, я как раз в корректности выступаю по 15 вопросу. Депутат Матвеев, мне кажется, допустил очень некорректное выражение, назвав власть режимом с трибуны. Я бы попросил сделать замечание. А что касается долгов, то вы очень правильно сказали. Это долги правящей на то время партии. И начните с себя, вы сегодня с бюджета получаете деньги за каждый голос. Вот отдайте эти деньги сегодня избирателям. Пожалуйста, поведению Матвеев, Михаил Николаевич. Вячеслав Викторович, я тут почитал регламент. Вы знаете, оказывается, председатель священнив праве комментировать выступления депутатов. А вы все время это делаете, причем не просто кратко комментируете, а целую воспитательную лекцию читаете. Делаю вам замечание. Спасибо, Михаил Николаевич, за замечание. А вас прошу, предь не употреблять слово режим. Если бы был режим, вас бы в этом зале не было. Обменялись. Пожалуйста, Макаров Андрей Михайлович. Уважаемый человек, на самом деле в этом зале постоянно звучат хамство и оскорбление. И при этом люди, которые это допускают, считают, что им все это можно. Я никогда не делаю замечаний. Я прошу, чтобы наш комитет или комиссия по регламенту обратили на это внимание, и чтобы вот это хамство, которое звучит постоянно с этой стороны, оно находило ответ в решениях парламента, чтобы это пресекалось, чтобы люди знали, что хотя бы хамить в этом зале нельзя. Пожалуйста, Обухов Сергей Павлович. Я хочу заступиться за профессора Матвеева. Слово режим и термин режим – нормальный политологический режим. Это я говорю как доктор политических наук. Поэтому что тут по поводу режима, какая этика? Это нормальный политический, политологический термин. Пожалуйста, Резник Владислав Матусович. Спасибо. Голокваживые коллеги, хотел бы в отношении реплики о пяти законах, которые якобы были похоронены в возглавляемом в то время мной комитете. Абсолютная ложь. Не законы хоронили, посвященные выплатам, а политические инициативы, даже теоретически выполнить которые было невозможно. Потому что цена указных инициатив значительно превосходила бюджеты Российской Федерации за несколько лет. Что тут комментировать? Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Ответили на все вопросы. Разобрались с ситуацией, связанной с принятием и непринятием законов. Потому что когда мы говорим о долгах, мы все прекрасно понимаем, что это долги, сложившиеся в результате развала нашей страны. Это долги, которые сделали те руководители, которые предали свой народ и оставили с ними один на один. И до сегодняшнего дня эти долги существуют именно по этой причине. И если мы хотим политизировать обсуждение этого вопроса, тогда давайте начнем на чистоту. Что произошло со страной? Насколько был тяжел экономический кризис? Люди голодали. Это все было следствием развала Советского Союза. Вот сейчас зачастую встают наши коллеги, те, кто на себя взял ответственность быть правоприемниками КПСС, и говорят о том, что было хорошо. Если было хорошо, так почему страна развалилась? А сейчас вы говорите, да, руководство КПСС развалило страну, люди были брошены, территория меньше стала, многие погибли, но вы долги за тех правителей обязательно выплатите. Выплачивайте. Для понимания, 70% долговых обязательств где-то на момент 2004 года это были обязательства Советского Союза. 30% обязательства уже 90-х годов. Выплачивали Международным банком, потому что иначе были бы другие проблемы. И это все удалось сделать буквально за небольшое количество лет. Но при этом, для того, чтобы решить эту проблему, не надо тоже забывать об этом. Когда у нас с вами сверхдоходы были у владельцев нефтяных компаний, в этом зале за решение об изъятии сверхдоходов не голосовала ни фракция КПР. Это правда, это правда. Коллеги, давайте мы на следующем заседании опубликуем списки тех, кто не голосовал. В 2003 году весной президент Путин внес предложение об изменении налогобложения и его привязке к вывозным таможенным пошлинам. В том случае, если нефть начинает расти в цене, изымается больше доходов. Государство, доходов, олигархов, владельцев нефтяных компаний. На тот период времени практически все нефтяные компании были частными. НДПИ вводилось также на основании этого условия налог на добычу полезных ископаем. Этот законопроект не прошел в этом зале, потому что вы не поддержали его. И он прошел только после того, когда в 2004 году большинство в Думе получило Единая Россия. За счет этого стали выплачивать долги как Международным банкам и Финансовым институтам. А затем стали финансировать национальные проекты. Это было. Коллеги, опять не хочу уводить уже в нынешнее время. Мы обсуждаем долги 1991 года. Коллеги, почему же мы с вами сейчас, вот если бы эта тема была имеющая отношение к Единой России, наверняка бы обсуждали ее. В данной ситуации надо все-таки признать, что Едина Россия ведет себя корректно и не обсуждая этот вопрос, переводя его в претистую плоскость, потому что это вопрос развала страны, обязательств элиты, которая потом устроилась хорошо, оставив людей с долгами. Поэтому давайте вот так вот по-честному, что называется, врать и обсуждать. А так получается, вот мы сидим и слушаем. Мы все остались с этими долгами. Вот все в этом зале, рожденные в Советском Союзе. И эти долги нам никто не компенсировал. Но это долги тех, кто возглавлял Советский Союз и той партии, которая привела к этому краху. А это значит и ваше моральное обязательство. Да, да, да. И шел за своим руководством, поддерживая во всем и делая все для укрепления нашей страны. Но как оказалось, руководство оказалось продажным. Бросило свой народ один на один с проблемами. Когда не было ни сахара, ни соли, ни моющих средств, ни зарплаты, ни пенсии. Мы забыли, а на это нужно было искать средства. А вы сейчас говорите, коллеги, не надо. Да, да, поэтому возьмите и спросите себя, кто хорошо все это забыли. Молодцы. Только все бывшие первого секретаря райкомов партии, горкомов и обкомов сейчас пишут, включите в стаж партийный для получения специальной пенсии. Но страну мы потеряли. Об этом мало осталось. Поэтому совесть надо иметь. Совесть надо иметь. И в этой ситуации подходить ответственно. У нас с вами весь бюджет 25 триллионов на будущий год. А долгов сделали. Голосуем, проголосуем. А долгов сделали 200 триллионов. Кто их сделал? Вот сейчас вы вспомнили Ельцина. Хорошо. Память начинает восстанавливаться после ковида. Кроме Ельцина был Горбачев. А кроме Горбачева был Лягачев. И дальше можем перечислять. Коллеги, понимаем, о чем речь идет? Понимаем. Давайте делать страну сильнее и решать проблемы, которые люди ждут. А мы здесь начинаем заниматься политикой. И эта политика в данном вопросе отнюдь не в вашу пользу. Даже как и некоторых других коллег и товарищей. Переходим к голосованию. Переходим к голосованию.